Добрый вечер. Я рада, что кто-то пришел, потому что, конечно, выбраться в будний вечер, в середине недели, в середине всех рабочих процессов – это целая история. И мы сегодня начинаем пятый сезон, если мы все правильно посчитали, то это аж пятый сезон встреч нашего семейного клуба. В этом году встреч будет пять, и мы даже знаем заранее даты. Мы даже можем назвать дату следующей встречи. Значит, 28 ноября будет следующая встреча. Мы решили, что нам каждый месяц все-таки трудновато, и потом у нас месяц через месяц будут встречи клуба многодетных семей, которые тоже открыты. Вот 28 ноября, тоже в 7 часов, да тоже среда, мы собираемся поговорить про детские воспоминания, про значение детских воспоминаний, про память ребенка, ну и подойти к этой теме максимально психологично. То есть мы сформулируем его более четко, но так вот это уже точно будет про детей, и точно будет про память, и про психологию, и про то, какие странные вещи остаются в детской памяти. Но это будет, конечно, практический ориентированный разговор. А сегодня вот мы решили начать этот сезон, это идея Михаила, я считаю, очень удачная. Мы решили поговорить про токсичные отношения. Вы, наверное, все читали эту тему, или пришел кто-то, кто тему не читал. Всегда бывает, что кто-то приходит, кто пришел просто потому, что это мероприятие любят. Любят. Мы говорим про токсичные отношения. Я считаю, что у нас сегодня потрясающий совершенно состав участников, спикеров. Я хочу вам их представить. Себя, ну, нас вы знаете, я Екатерина, детский семейный психолог. Михаил Философ, преподаватель, ведущий групп психологических с большим опытом. А дальше наши гости. Даже не знаю, с кого начать. Начну с дальнего конца. Я хочу представить вам Татьяну Орлову. Один раз в позапрошлом году у нас уже была встреча, где Татьяна принимала участие. Встреча была посвящена насилию в семье. Татьяна совершенно удивительный специалист. У нее больше 20 лет терапевтического стажа. И она создавала первый в Москве, я думаю, первый в России центр психологической помощи, убежище для женщин, переживающих насилие в семье. Этот центр государственный. Он есть, он работает. И настолько эффективно, насколько возможно, в нашей нынешней ситуации оказывается помощь. И Татьяна как бы на этом собаку съела. Именно наносили ей тема семейного. А Татьяна сотрудник моего психологического центра. Вот, чему я очень рада. У нас такой принцип, что все, кто работает, имеют очень большой стаж терапевтический. То есть потом, да, я всех представляю, а потом у каждого будет свое время. Также я с удовольствием представляю Марину Слинькову, сотрудника замечательного центра системной семейной терапии, которая тут недалеко на Покровке. Инна Юрьевна, директор центра, сегодня быть не смогла. Произошла забавная история. Она говорит, я и к встрече готовлюсь, и к юбилею мужа готовлюсь. И вдруг понимаю, что это один и тот же день. Очень извинялась, она, видимо, будет в следующий раз у нас. Но смотри, Марина прекрасный специалист, который работает с подростками, семьями, где есть выросшие дети. И она консультирует детей и родителей. И, конечно же, тема для нее не чуждая. Сейчас я представлю нашего отсутствующего спикера, который, я надеюсь, подойдет позже. И это очень интересный гость. Это Евгения Бородина. Она инициатор сознания и администратор группы «Токсичные родители» в Фейсбуке. Знаете такую группу? Гигантская группа. Я не знаю, сколько там тысяч людей, боюсь соврать, но у меня ощущение было, что около 35 тысяч. Правильно, да? Это огромная группа, волонтерский проект. Она придет и расскажет о том, что за идея, почему они решили, что тема токсичных отношений должна быть вот таким образом продвигаема. Ну, расскажут. Вы просто не удивляйтесь, кто придет. Я надеюсь, она все-таки доедет и вся отряда. Я хочу представить Ксению Кнору Дмитриеву, журналиста, сотрудника центра «Лиза Алерт». Это поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», наверное, все слышали. Работающая в различных образовательных проектах, потрясающая, умеющая вести беседы. Мы ее специально пригласили, потому что тема очень острая. И Ксения задает отличные вопросы. Так что я надеюсь, что всем будет очень интересно. Я с нетерпением жду начала разговора. У нас будет так устроена встреча, как всегда в конце. У нас ответы на вопросы. Если вы боитесь, что вы забудете, что хотите спросить, можно там записывать или бумажку передавать и говорить, кому из спикеров адресован вопрос. Идея в том, чтобы место вопросов было локализовано не в порядке нашего разговора, в определенные моменты. И будет в конце большой такой кусок ответов на вопросы, а где-то в середине, там можно тоже будет в конце выступления каждого спикера по одному вопросу именно по теме задать. Мы все выскажемся, а дальше будем обсуждать. Я надеюсь, что сегодня прозвучат разные точки зрения. Мы хоть все тут психотерапевты, трое из нас, активно консультирующие, но мы относимся к разным направлениям психотерапевтическим. Психологов тоже много, как деревьев, пород рыб, зверей. Да, психологи бывают очень разные, немножко по-разному относятся ко всем темам, в частности, к теме токсичности в отношениях. Поэтому не удивляйтесь, что мы не будем звучать полностью в унисон. Ну, начинаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел выступить своего рода запевалой, но запевал как раз совершенно не профессионально, я не отношусь к главному племени психологов. Но, тем не менее, эта тема, мне кажется, важна. И, собственно, я поэтому как-то ее, можно сказать, придумал, эту тему, этой встречи. И хотел несколько слов сказать, почему она, собственно, у меня кажется важной. Ну, как, может быть, кто-то помнит, что, как еще Конфуций говорил, что исправление нравов начинается с исправления имен. И мне кажется, что вот исправление имен, то есть возможность подумать над тем, что значит, каково значение таких общепотребительных каких-то концептов, это важное и нужное дело. И действительно, любое присутствующее там медиапространство сталкивается с термином токсичные, там, токсичные отношения, токсичные родители или сокращенно токсы. И надо, несмотря на то, что это слово очень активно употребляется, да, у меня к нему, в общем-то, много вопросов к этому термину и к тому, как оно употребляется и в каком смысле, что оно, собственно, за этим термином стоит. И я приглашаю к разговору, думаю, что мы вместе с вами об этом подумаем, потому что, в общем-то, общая употребимость термина еще не свидетельствует о том, что действительно какая-то хорошо отрефлексированная позиция. И среди первых вопросов, которые у меня возникают при размышлении об этом концепте, это, конечно, его какая-то нечеткость, его непонятные границы этого термина. Этот термин применяется где угодно, как угодно и по какому угодно поводу. И, в частности, под этот термин попадает чрезвычайно широкий спектр ее явлений, отношений от каких-то практически уголовных до совершенно поругались на кухне. И вот этот весь огромный спектр, он зачастую описывается этим этим термином. Но у меня, соответственно, возникает вопрос, насколько это оправдано. Насколько оправдано, на такое чрезвычайно широкое применение термина Сочи с размытыми границами и, в общем-то, с размытым значением. Мне кажется, что не только широта границ, широта применения, здесь вызывает вопрос, это пункт номер один, пункт номер два не очень понятное значение. Оно, в общем-то, тоже не совсем четко, не совсем понятно. Что действительно, где начинаются эти токсичные отношения? Здесь возникает такая псевдонаучная какая-то аберрация. Ведь вообще термин токсичный, он непонятный, если есть наука токсикология, и есть термин токсин. Но это вещи, которые можно замерить в организме, это вредные вещества, их можно измерить, их можно как-то оценить. Можем ли мы здесь оценить действительно наличие этой вредности? В каких единицах измеряется эта вредность? Это таксичный. Непонятно, о каких единицах. Есть ли какие-то действительно объективные показатели, которые прямо могут свидетельствовать, что объективным образом, что да, вот это вот именно вот оно. Опять же, непонятный уровень, непонятные единицы и непонятные, собственно, в чем именно, какое вещество скрывается за этим термином. И это пункт номер два. И пункт номер три, конечно, проблематичность большая для меня в том, что, собственно, этим термином пользуется тот, кто считает себя жертвой и пострадавшим в этих отношениях. Либо тот, кто оценивает ситуацию извне. Ну или тот, кто оценивает ситуацию извне, но очень часто им пользуется именно участник этих отношений. Насколько вот участник отношений, вовлеченный в сложные, проблемные, а близкие отношения, естественно, амбивалентные, проблемные, насколько вот этот участник этих отношений обладает квалификацией, компетенцией и возможностью, как-то вот таким образом, точным, понятным и всем, то есть это получается некоторый, в общем-то, ну, некоторый ярлык, да, который действительно можно применять, в общем-то, кому угодно, каким угодно образом. И человек, вовлеченный в сложные проблемы отношения крайне широкого спектра, тем самым получает возможность пользоваться вроде бы общепринятым термином, обозначая так не только отношения, но и саму персону. То есть это не только отношения токсичные, но и получается, что и персона, которая противостоит ее в отношениях, она тоже токсичный человек, как пользуются те, кто использует этот термин. Насколько это корректно, насколько это осмысленно, насколько вообще это полезно для самого человека, который вовлечен в эти отношения. Это для меня, кажется, большой вопрос. И помимо вот этих очевидных, там трех вещей у меня есть еще, я думаю, о них могу сказать после, помимо этого, мне кажется, что, ну, конечно, как-то важно понимать какую-то историю, как культурную рамку, внутри которых этот термин употребляется, именно эта рамка, в частности, на такую селф-личность, на сепарацию, на максимальную независимость и ответственность. И мне кажется, что не очевидно, насколько хорошо проговорены, так сказать, цели, куда мы должны выходить. Ну, понятно, что если человек, например, отравлен, он находится в токсичном каком-то состоянии, у него задача очиститься и стать здоровым. В данном случае мне не кажется, что это понятная какая-то цель. То есть куда в результате, каким образом должен выйти человек, который пытается освободиться от того, что он называет токсичными отношениями. Ну, я передаю слово дальше. Есть еще вопросы, которые у меня, конечно, тоже есть. Вопросов очень много. Я люблю работать с залом, чтобы как-то могли люди как-то там проявить свою позицию. И мы перед этой встречей в социальных сетях задавали вопросы. Можно я тоже вас спрошу, потому что не будет возможности ответить. Можно там голосованием. Народу много собралось. Скажите, пожалуйста, вы этот термин слышали ведь? Кто его слышал? Ну, вот все, да? Был кто-то, кто не слышал до этой встречи? А нет, все-таки были. Смотрите как. Процентов 20-15. А вот из тех, кто слышал, видите ли вы, может быть, это сейчас уже запрограммированный ответ, и судя по тому, что было написано в афише, видите ли вы, не то чтобы опасность его, я вижу опасность, я психотерапевт, я вижу опасность в психотерапии, я расскажу об этом. Видите ли вы какие-то, может быть, риски слишком общего применения этого термина? Только не поднимайте руку, если вы не согласны с этой мыслью, это не работа на оценку. Вот кто какие-то риски чувствует? Вот, знаете, почти никто, да? У нас ситуация вообще такая, да, мы о ней будем говорить, что популяризируется масса психологических терминов. Просто вот термин токсичное отношение, он один из очень ярких. Как вы знаете, аспергер, термин тоже, аспергер. Ну, как бы вот, клейм, ну, такой небольшой руон, немножко аспергер. А что под этим имеется в виду? Каждая имеет в виду что-то своё, так что давайте продолжим дискуссию. Спасибо. Я предлагаю толкнуться от того, о чём говорил Михаил, и попытаться дать определение этого термина с точки зрения психологии. Потому что, в принципе, токсичность – это некий показатель, вот это, мне кажется, важный показатель измерения летальности вещества. То есть токсичность, она напрямую связана со смертельной опасностью. Поэтому я предлагаю понять для начала, как вообще психология трактуют токсичность, каковы критерии токсичных отношений, вообще что может быть токсичным, отношения человек, родители, партнёр, семья, что ещё? Потому что сейчас токсичное всё. Почитаешь какой-нибудь Facebook, токсичная среда, токсичный начальник, токсичное место работы, токсичная страна, всё токсичное. Вот, поэтому я хочу, во-первых… Дискурс? Ну да. Я, во-первых, хочу понять, что действительно может быть токсичным, каковы критерии. И если мы уже говорим об отношениях, любые ли отношения, в которых страдает одна сторона, можно назвать токсичными. Потому что, ну вот мне, например, непонятно, действительно, поругались на кухне, что теперь, партнёр токсичный или нет. Какие-то есть определения этого термина? И как их применить в быту? Расскажите, пожалуйста. Давайте я начну. У меня, я думаю, такой опыт связанный как раз с тем, что я много наблюдаю клиентов, живущих как раз… Ну так, если употреблять этот термин, то в токсичных отношениях, да, и я вижу какие-то прям тяжёлые случаи, и, возможно, с этим связано моё понимание. Я считаю, что, конечно, токсичных отношений нет, но есть точно совершенно токсичные коммуникации внутри любых… ну там не любых, но некоторых отношений могут возникать токсичные коммуникации, которые влияют на участников. Таня, а можно перебивать? Ну, в смысле, не перебивайте, спрашивайте. Вот если мы можем употреблять, кроме токсичной, хотя бы ещё одно прилагательное… Насильственные, психологическая еда, ну опасные, да, опасный способ общения, который действительно может влиять на партнёра, причём на партнёра, который не чувствует себя настолько же равным партнёром, то есть он чувствует себя слабее, то есть это или ребёнок, или человек неуверенный в себе, как часто бывает, когда, например, очень уверенный муж и такая покладистая и доверчивая жена, и, в общем, возникает такая пара, когда один навязывает свою точку зрения, а второй всегда соглашается. Вот в чём, мне кажется, токсичность, если используете это слово? Основным показателем токсичности для меня является чувство вины, которое устойчиво формируется у одного из партнёров. И также отсутствие самоуважения и ощущение такой собственной неполноценности, которая в результате вот этих отношений возникает и закрепляется. А также процесс обвинения и присваивания вот этой вины, которая возникает уже внутри. То есть после того, как даже отношения закончены, человек не перестаёт обвинять себя и продолжает и дальше внутри себя разыгрывать вот этот вот сценарий обвинительный. И когда, ну, наверное, вот здесь я бы остановилась, да, чтобы мы все могли высказаться. А тут момент такой, да, опять же, я всё про синонимы. Небезопасные, возможно, созависимые. Какие ещё, как они ещё могут быть названы? Или ты считаешь, что токсичны – это лучшее название для таких отношений? Ну, то, что такое слово возникло, и то, что там какое-то слово образование, я считаю, что они действительно токсичны и в чём? Они заражают. То есть я бы сказала заражающие. А один виноват в том, что они такие токсичные? Как они получаются такими? Дело не в том, что виноват, но один инициатор, родитель-инициатор. То есть он обучает ребёнка способу коммуницировать. То есть не ребёнок обучает родителя, а родители обучают ребёнка. Способу коммуницировать. Ну, например, за какое-то неправильное поведение ребёнка лишают контакта. И, например, мама не разговаривает неделю с ребёнком, молчит. Я считаю, что в результате у ребёнка возникает глубокое чувство вины, глубокое чувство собственной неполноценности. И, в общем, это не ведёт к разрешению какой-то ситуации. Это не укрепляет их отношения. Но это формирует действительно между ними глубокую созависимость. И вот ребёнок понимает, что этот способ коммуникации нормален. Через какое-то время, когда он уже станет взрослым, этот способ, ну, как бы это будет основной сценарий, который он знает про отношения. И дальше он к нему как-то будет относиться. Либо он будет его повторять, либо он будет на терапию ходить, либо он будет от этого отстраняться и пытаться делать что-то противоположное. Но это будет то, от чего он будет дальше откладывать свой способ жизни. В этом смысле это токсично, потому что оно передаётся. А я хотела уточнить, чувство вины – это непременный атрибут токсичных отношений? Ну, в основном, да. То есть ситуация, когда ребёнка, ну, предположим, бьют. Там тоже очень много чувства вины. То есть там много страха и много чувства вины. И, в общем, ничем психологическое насилие, по сути, от физического не отличается, кроме вот этого вот ощущения глубокого страха и замирания. То есть невозможность никак защитить себя. Ну, либо гнев, да, ещё один тип реакции, либо подавленный гнев у людей, у которых просто другой тип реагирования на опасность. Ну да, да, да. Но я бы хотела отнести, хотелось мне отнестись к слову «токсичный родитель». Вот с этим я не согласна, что есть какие-то токсичные люди, потому что токсичное ставит знак «равно» с тем, что это, ну, как бы… Ну, ничего, что я только говорю. Нет, прекрасно, прекрасно. Вот. Есть ещё такая группа «Стоп абьюзер нарцисс психопат». Вот. И там тоже вот проводится идея про то, что нарциссы и психопаты, они же токсы, они не лечатся, и это какой-то такой особый тип людей, которые вот они родились такие вредные, и потом они вредят всем остальным. Вот я в это не верю. Специально причём. Да. Они просто вредят, они… А, вредят делать это специально, ибо они неисправимы, то есть они не могут стать другими. Да. Я много работаю с абьюзерами, так сказать, ну, то есть с теми, кто, не знаю, там, бил детей или кто бил жену, вот, ну, такая специфика. И я вижу, что это люди, которые сами в детстве пережили достаточно тяжёлые ситуации, в основном это травматики, прижившие насилие, и как раз усвоившие вот этот вот способ жизни как таковой. Поэтому токсы, они же и жертвы токсов, в общем. Да, они когда-то были, находились в травмирующих отношениях. Ничего, можно я вклинюсь? Да, 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 я согласна. Я работаю психотерапевтом, ну, уже, там, больше, чем 17 лет, и я работаю в длительной терапии. Вот Евгения пришла, садитесь, Евгения, вас представила, чтобы никто не удивлялся. Ещё раз представлю, это Евгения, администратор группы «Токсичные родители». Просим любить и жаловать, да, сейчас она подключится к дискуссии постепенно. Значит, я работаю не в таких тяжёлых ситуациях, как Таня. Это определяется, там, ну, моим выбором. У меня всю дорогу маленькие дети или беременности, да, я не работаю с определёнными типами запросов. Просто, ну, вот это мой выбор, да, я считаю, что я не могу оказываться в поле таких тяжёлых совсем ситуациях. Я работаю, скорее, в ситуации нормы. Ну, как нормы, там, конечно же, очень много боли. И, конечно же, те истории, которые мы слышим в психотерапии, они заставляют там и очень сопереживать, и плакать на приёме не положено по канонам почти всех терапевтических подходов, кроме постмодернистских, да, там как раз терапевту можно плакать, что очень приятно. Ну, слушаешь душу раздирающую историю, ты же не можешь человеку своими реакциями мешать, да. Но, в общем, копилка истории, конечно, огромная. Никакие из них я не могу рассказывать, кроме тех, на которые есть разрешение. Все мы не можем, да, это этика терапии. Если историка это рассказывается, то у человека спрашивается разрешение, можно ли элемент вашей истории будет рассказан в общем виде, да, где-то для, ну, для какого-то там обучения. И вот у Инны, например, в центре прям подписывают бумажки, так что не бойтесь за свои истории. Истории, которые мне рассказаны, они мне не принадлежат, это остаётся историями людей, но опыт, он, конечно, копится. И что я вижу? Я работаю с людьми, у которых в основном есть семьи и есть дети. То есть это люди, которые, даже если они были очень травмированы в детстве, находились в том, что, ну, мы сейчас называем токсичными отношениями, они смогли всё-таки построить какие-то отношения надёжные, длительные и, в общем-то, ну, сказать, неперфектные. Нет, мы все знаем, что никаких перфектных отношений в семье не бывает, но они удовлетворяющие, да, у них что-то есть для человека. Так вот, что я вижу? Я вижу, что опыт жизни в семье, уже своей собственной, опыт родительских, когда растут дети, не только рождаются, а начинают расти, проявлять характер, входить в протестный подростковый возраст. И всё, что мы, да, знаем про детей, тут есть же дети, наверное, старше семи лет у присутствующих, да, они оказываются сами в позиции родителя, и дальше для того, чтобы их родительство было максимально, но я употреблю слово гармоничным, на самом деле так и есть, не беспроблемным, не идеальным, но гармоничным, нужно что-то делать с переживаниями детства, в частности с травмами. И, собственно, детство часто бывает ужасающим, как вот Таня сказала, что, да, те, кто стали токсичными, когда-то пережили сложные опыты. Мне кажется, что крайне важно на той стадии, когда ты уже сам родитель, ты уже сам в семье, пересмотреть свою автобиографию. Я даже одно время свой способ работы называла автобиографическим, пока не познакомилась с нарративной терапией. То есть это некоторый пересмотр биографии, такой очень внимательный, в сопровождении психолога. Это я не рекламирую свои услуги, у нас очередь в центр, все знают, что не можем справиться. И это внимательный пересмотр отношений с родителями, и чем более сложные и парадоксальные были эти отношения, тем более внимательный пересмотр. В общем-то, я считаю, что от этого зависит дальнейшая такая свобода человека от прошлого. Потому что мы знаем, да, ну как бы термин токсичность, он такой, ну относительно новый, а вот термин травма, психология, он очень старый. И, собственно, те, кто были в токсичных отношениях или находятся, они травмированы оба. Вот то, что, я не знаю, звучит или не звучит в широком публичном пространстве, я так понимаю, что акцент смещен, и как бы есть токсичный человек, а есть его жертва. Оба люди, оба человека, которые находятся в токсичной коммуникации, они страдают оба. Они оба по-разному травмированы. Вот это большая тема, потому что часто люди сталкиваются с термином токсичность. Вообще это первое, что они понимают про свои трудные отношения. Мы же тут сидим не в Америке, мы тут сидим, где в страховку входит работа с психотерапевтом. Это я в смысле не идеализирую, а там просто психотерапия доступнее на 10 порядков, чем у нас. Доступна фактически каждому, входит в обязательную страховку. Правильно поправьте меня. А у нас психотерапия качественная, по-прежнему предмет роскоши. И получается такая вилка, что с одной стороны очень активно популяризуются психологические понятия, в частности, ну и токсичность тоже, или околопсихологические. А с другой стороны, до психотерапевта не каждый дойдет. Плюс психотерапевтами, психологами часто называются люди, которые закончили трехмесячные курсы. Я не хочу никого дисквалифицировать, но коллеги знают, что психологом может назваться любой человек, закончив уже что-нибудь. В общем, неважно что. 20 часов при институте дизайна. Да, и вписано в психологию. Нет, много профессионалов высочайшего класса, но все равно их гораздо меньше, чем потребности психологической помощи. И мы как раз обращаемся к тем, кто не придет на психотерапию просто потому, что не может, нет возможности, нет денег, еще не созрел запрос, или там нас слушают люди в разных городах, или где же просто нет психотерапевта в маленьком городе. В маленьких городах вообще такая ситуация, что там сходишь к психотерапевту, а будут знать все окрестные деревни, что ты пошел, даже не что там происходило, а что ты такой больной, что ты аж к психологу пошел. В общем, масса преград. Так вот смотрите, очень часто человек, который имеет трудные отношения и не имеет профессиональной помощи, вот это два сочетания, он находит термин «токсичные отношения», и этот термин для него многое объясняет. Он как бы, как любят психологи сказать, контейнирует всю ту боль, которую непонятно куда деть, и даже непонятно как назвать. Человек его находит, и все. Потому что на первой стадии вот это понятие, оно помогло очень многим. И вот будет говорить явление, да, там это же гигантская гражданская инициатива, многотысячная группа, да, она горизонтальная инициатива, эту группу никто не создавал. Ну, может, ее создал человек, но это отклик на запрос. Возможно, человек найдет поддержку в таком интернет-сообществе, где будут люди, которые его выслушают внимательно, и он услышит, что он не один такой. Вот, ну, для меня, как для профессионала, вообще, как для человека, очень-очень важно, чтобы вот наименование «токсичного» не было последним, которое на годы, да, объясняет все, что было в отношении, потому что обычно все гораздо сложнее. Да, то есть за этим скрывается целый спектр понятий, и мы живем в России, у нас почти всегда за вот этими словами «токсичные» скрываются травмы, иногда многопоколенные. Тот, кто вел себя, ну, условно, как токсичный родитель, токсичный супруг, он был, скорее всего, многократно травмирован, и травма своя не поняла. Извиняюсь за долгую речь, только дорваться до микрофона, так отдаю его. А можно на тот же вопрос ответить? Каковы критерии токсичности? Или вы согласны с Татьяной, что это чувство вины? Мне кажется, очень хорошо. Татьяна сказала, я, пожалуй, присоединюсь. Для меня это еще, ну, может быть, часто звучит самооценка, да, то есть это невозможность себя ощущать, переживать, как достаточно хорошим, как достаточно успешным и как достаточно, ну, таким реализованным человеком. Поближе микрофон. А, хорошо. Ну вот, это я бы чуть-чуть добавила, да, но мне очень хочется добавить со стороны подростков, так как я веду группы для подростков, работаю с ними очень много, да, то приходят именно подростки, с которыми уже трудно родителям, либо у них уже, ну, какие-то проявления на уровне тела, я не знаю, да, то есть там либо навязчивости, либо еще что-то, то есть когда родитель уже точно понял, что что-то не то происходит. Опять же, вот, наверное, озвучивать историю невозможно, но какой-то общий вид можно, тем не менее, описать. Действительно, присоединюсь к Екатерине о том, что на каком-то начальном периоде я не использую, конечно, такой термин, как токсичные родители для подростков, потому что его очень легко поднять как флаг и идти с ним дальше всячески, ну, упиваясь в своих страданиях, к чему, в принципе, подростки склонны вот к особенному такому переживанию, немножечко к навязчивости даже в этом плане, да, поэтому для меня важно, скажем, показать, что есть проблемы, ты не одинок в этом, и то, с чем ты сталкиваешься, это то, что переживают многие. Часто это очень помогает подросткам, ну, перестать ощущать, что со мной что-то не так настолько, что именно меня, ко мне такое отношение. Дальше мы работаем с тем, что, как можно посмотреть на эту ситуацию, скажем, с другой стороны, и это происходит уже такое расширение, отход от того, что с тобой что-то делают, да, а как ты с этим, почему это происходит, как ты можешь с этим обходиться по-другому. Мне кажется, это очень важно. Вот действительно не останавливается на точке, что со мной что-то делают не так, мне причиняют боль и меня в этом держат, да, а идти чуть-чуть, не чуть-чуть дальше, а намного дальше. Это как раз тот путь, который помогает развиваться, который дает возможность находить опоры в себе и находить способы другого взаимодействия с родителем. Ну, мне показалось, вот важно со стороны подростков тоже немножко про это сказать. Можно мне тогда... Да, давайте тогда. Вот прям очень хорошая мысль, и мне сейчас прям пришло в голову, что это тоже один из показателей. Вот ощущение авторства в своей жизни, то есть если ты ощущаешь, что ты можешь что-то делать, то есть от тебя чего-то зависит в отношениях, да, тогда отношения, скорее всего, конструктивные, там, здоровые, а вот как раз в таких токсичных коммуникациях ни у кого нет ощущения авторства, причем, ну, даже и у агрессора это нет, потому что он постоянно испытывает беспомощность, и, собственно, от этой беспомощности предпринимает различные насильственные шаги, да, там, то же самое избегание общения, там, какие-нибудь угрозы, давление, шантаж, физические действия. В общем, вот это вот все, это явно от ощущения, что я ничего не могу в своей жизни изменить. Вот это показатель тоже. Я хотела тогда спросить Евгению. Давайте, может быть, дадим высказаться с Евгением? Да, высказаться, но я готова, у меня есть вопрос. Как вам удобнее? Хорошо, расскажите, да, я вам помогу микрофон, да? Немножко хотела бы рассказать о группе, наверняка кто-то есть в зале, кто является членами группы. Группа существует два года, в ней уже 25 тысяч с половиной человек. Слышно, нормально? Говоря о подростках, например, затрагивая тему, удивительно, но в нашей группе по статистике 90% это люди от 25 и старше. То есть как раз-таки действительно мы тоже считаем, что, наверное, группа не совсем для подростков, потому что нужно, чтобы человек сначала определился, насколько действительно это травма и насколько она связана именно с строителями, не с подростковым возрастом, а с сознанием уже. Также мне хотелось сказать о том, что действительно группа не является единственным, скажем так, пристанищем для того, чтобы решить свои проблемы. На первоначальном этапе, конечно же, нужно, чтобы тебя выслушали, ты понял, что ты не один, ты не сумасшедший, все это было, ты все не придумываешь, и так оно и есть. Но, безусловно, мы за психотерапию, за психологов, правильных психологов, которые не будут говорить о том, что там она мама, возлюби ее, на самом деле тебе нужно поменяться самому. Нам самому сложно себя изменить, а уж тем более изменить другого человека, очень сложно. Поэтому могу сказать, что группа помогает. Мы видим опыты, положительные отзывы людей, которые пишут о том, что если эта травма была, может быть, не такая сильная, или, по крайней мере, человек понимает, что он встал на правильный путь сепарации, что, в принципе, является правильным у любого человека, здорового психически, то это уже хорошо. Надеюсь, наша группа будет помогать и дальше тем, кто нуждается в ней, и это будет путем начала здоровых отношений, как лично для себя, так и в отношениях с близкими, с мужем, с детьми, потому что все мы знаем о том, что, как правильно заметили другие мои коллеги, о том, что, безусловно, токсичность родителей, которая потом перенеслась на ребенка, потом переносится, безусловно, на своих собственных детей, мы не можем контролировать свои эмоции, мы кричим на них, а всего лишь все потому, что мы прорабатываем тот опыт, который был раньше. Это очень обидно, и жаль, и нужно остановить эту токсичность. Я думаю, что именно это является целью сегодняшней нашей дискуссии. Евгений, у меня вопрос по поводу группы. Когда я почитала материалы в группе, я поняла, что некоторые из них приобретают такой немножко зацикленный характер, то есть один и тот же человек пишет, что вот в прошлый раз я рассказывал, а теперь она или он, или что-то такое. То есть у меня возникло такое чувство, что это некий круг, из которого нет выхода, то есть ты жалуешься, жалуешься, тебя все пожалели, ну прекрасно, а дальше что? Наверняка далеко не у всех людей, которые состоят в вашей группе, есть и возможность, и желание обращаться к психотерапевту. Как вы думаете, не может ли быть какого-то, ну на самом деле, какого-то опасности в том, что человек застревает на этой стадии, постоянных жалоб на токсичную маму, он получает поддержку, он как бы даже упивается где-то этими страданиями. Извините, ради бога, если я как-то обесцениваю то, что там пишется, но у меня было ощущение, что есть такой момент. Как вы думаете, не может ли это быть опасным? Вы знаете, если вам вопрос не нравится, вы можете на него не отвечать, так же, как и все мы, это правило введения дискуссии, вы совершенно не обязаны, можно его переформулировать. Это рамка нарративной терапии, например, если пациенту не нравится вопрос психолога, он говорит, нет, вопрос не нравится. Ну вообще взаимодействие такого, мы на равных, так что это не критика вопроса. Нет, нет, я как бы как журналист тоже всегда готова, что человек скажет, что я не буду отвечать на вопрос. Действительно, в группе наблюдаются истории, когда один и тот же человек из раза в раз то говорит, что вот у меня все получилось, кажется, я поняла, что мама вот такая, и вот все. Потом ты видишь эту историю новую через месяц, еще через месяц, очень похожие. Почему так происходит? На мой взгляд, это происходит потому, что человек сначала набирается поддержки участников, подбадривается, сепарируется немножечко, а потом происходят различные события, потому что мы понимаем, что токсичные люди, люди, от которых мы зависимы, они психологически сильнее немножко. В каком смысле сильнее? Они давят на нас, а мы слабые. Поэтому пускаем слабину, и вот это происходит. Вот эти камбэки обратно в группу, потому что цель, на самом деле, группы, это не остаться там навсегда. Цель группы, чтобы ты ушел из нее, а не привлечение туда людей. Вот в чем секрет. Но парадокс то, что группа растет на тысячи человек в месяц. Так вот, почему не застревает ли в группе человек? Некоторые застревают, действительно, потому что у каждого у нас свой психологический профиль. Кому-то нужно дольше времени, для того, чтобы выговориться, рассказать все о своей боли, рассказать о том, что вот так не получается, вот такая мама, вот не могу найти подходы, или уже надоело, она все делается плохо и плохо. Что делать? Каждому своей, безусловно, нужна психотерапия. Таким людям, наверное, сильнее, чем другим, которые более сильные. Потому что все мы знаем, что среди участников нашей группы есть и очень успешные люди в социуме. Но, как мы знаем, все это происходит, в большей части, не благодаря, а вопреки всему, что происходило. У некоторых получается вырваться из замкнутого круга, а у некоторых, к сожалению, и нет, либо этот путь занимает более долгое время. Тогда у меня вопрос к психологам. Насколько может быть с вашей точки зрения опасность застревания вот на этой стадии жалоб и утешений? Ну, вот я, например, тоже в терапии очень часто, когда травма достаточно серьезная, наблюдаю, что человек приходит и из раза в раз рассказывает, вот мы вроде бы проработали ситуацию с каким-нибудь отцом, там проговорили это все, но на следующий раз опять возникает то же самое состояние и у меня в некоторые моменты ну прям внутренне думаю, ну сколько же это может продолжаться-то? Ну, вроде бы все уж понятно. Вот. А учили же, учили же, что нужно, да, оставаться с клиентом столько, сколько ему нужно. Да, ну то есть твое внутреннее нетерпение, оно, конечно, ну потому что у тебя-то нет такой травмы, тебе-то кажется, что все понятно, вот, а клиент-то еще это не допрожил. И вот этот вот темп, действительно, он совсем другой и у всех он разный, вот кому-то надо год ходить и жаловаться на одного и того же человека, да, а кто-то за там одну-две сессии, в общем, все разбирает и двигается дальше по жизни, и в общем, у него это, ну как бы он принимает эту ситуацию, и дальше это уже не возникает там как обида, как боль, он решает уже какие-то другие задачи. Но если это серьезная травма, это быстро не проходит. Наверное, завершить эфир, Даша. Значит, тут история в том, вот я гиперактивно отвечу, обогнав Марину. у меня много вопросов про работу группы, но они связаны с моим любопытством, я не уверена, что они интересны всем остальным. Я в какой-то момент в токсичные родители я добавилась потом, а сначала я добавилась тоже огромная группа этих ныки, депрессии, ПМС, тоже, наверное, знаете, там, где нельзя защищать обидчика в правилах группы, нельзя защищать обидчика. Ну вот. И, ну, ну и вот, я когда-то пришла, я почитала, я думаю, боже, сюда нужны какие-то сотни психологов, здесь должны быть психологи, на вот эти, вот спасибо большое, на вот эти комментарии должны реагировать психологи, что же, как же они тут справляются с этим объемом боли. И вот, вопрос такой, как построен отклик? Потому что, ну вот у меня есть маленькая группа, и тут я знаю люди, вот вижу людей, которые в ней есть, у меня есть маленькая группа, которая называется «Трудные вопросы», она сделана, ну, для тех людей, с которыми я так или иначе где-то сталкивалась, но те, которые хотят задать вопрос анонимно, да, есть действительно очень трудные вопросы, и мы не хотим задавать от своего лица, но там, как бы люди, я понимаю, что их отклик не будет, как это сказать, умножать боль. Тут, я понимаю, что вы сталкиваетесь с историями очень, очень насыщенными, болью, гневом, и, возможно, человек первый раз рассказывает, да, это же вообще, я знаю, как живут священники, для меня это каждый раз вопрос, когда первый раз ты слышишь историю, которую не знал никто, расскажем, история инцеста, абьюза, дикая какая-нибудь история, и человек ее носил десятилетие, он никому об этом не говорил, вот я говорю, у меня прям это, как соматические симптомы, да, у меня мурашки, когда я вспоминаю все эти вещи, и это первый раз он ее сказал, какая-то ответственность, да, как откликнуться, вот есть ли у вас какой-то способ построения отклика, и кто откликается? Да, самые страшные истории в группе, это, пожалуй, анонимная история, которую публикую я, а вам они приходят, вы знаете от кого, да, да, я знаю от кого они приходят, естественно, знаю об этом только я, и я веду переписку с этим человеком дальнейшим для того, чтобы отвечать на комментарии, дело в том, что в нашей группе, наверное, построена замечательным образом система модерирования, то есть никто никогда не сможет в ответ на любой пост написать о том, что да нет, вы не правы, должны перестать отношения с матерью, да не может быть такого же история слишком ужасная, такое писали, ваша история слишком ужасная, такого быть не может. Наверное, система модерирования, да, удаление вот этих вот комментариев людей и группы, то есть вы все их читаете, или много модераторов? Да, каждый пост постоянно прочитывается по несколько раз модераторами для того, чтобы все это избежать. Также в группе у нас есть психологи, которые, скажем так, на правильной стороне, то есть они на стороне детей, взрослых детей, и которые могут правильным образом написать свой комментарий как психологи, для того, чтобы каким-то образом этот комментарий смог помочь человеку. мы принципиально не пропагандируем на данный момент и не рекламируем никаких психологов в группе, потому что мы, скажем так, гиперответственные и тоже побочный эффект токсичности, и мы понимаем о том, что мы не знаем, какой тот или иной психолог, насколько он правильный, да, но некоторых мы знаем, но они как бы в группе скрытны, мы не рекламируем их никак, но которые также оставляют свои профессиональные комментарии. Сейчас тут уже никак тут я хотел пояснить, что в данном случае и мне кажется, что может быть, если вы могли подключиться к этому обсуждению, это было бы интересно. В данном случае я понимаю, что вы пришли от лица такой группы, и было бы странно, если бы вы рассказывали по-другому, но в данном случае наше собрание подвергается некоторому осмыслению вообще возможности правоверности употребления слова «токсичный». То есть вообще можно ли так говорить? Если можно, то какой смысл это имеет? Поэтому мне было бы ценно, если бы... Это был первый вопрос, на который мы отвечали. Почему мы слово «токсичность»? Мне было бы ценно, если бы вы на эту тему могли бы что-то сказать, потому что к этому вот вы немножко опоздали, в общем, есть много вопросов, собственно, и у меня вопросы на самом деле множатся, в результате вашего выступления разделение психологов на правильное и неправильное. Не нападай на человека, пожалуйста. Мне кажется, очень вопросительным. Те, кто находятся на стороне взрослых детей, а значит, на другой стороне обязательно вот враги народа находятся, то есть вот это некоторая черно-белая реальность, некоторое мифологическое пространство, которое создается в результате такого разделения. Насколько вы осознаете, в общем-то, что тем самым вы стратифицируете реальность определенным образом? Насколько вы отдаетесь в этом отчет? Подождите, можно я перебью кличу любимого мужа? Вы же вопрос запомнили? Я хочу сказать, что у нас удивительная страна. Вот я послушала Евгению, я представила себе, у меня есть две группы, в одной 6 тысяч человек, в другой 4. Я представила себе группу объемом 25 тысяч человек, и что мы вычитываем каждый комментарий к каждому посту, то есть я оценила время, у нас потрясающая страна, у нас волонтерские проекты, которые подменяют, извините, государственные проекты, это что-то с чем-то. Вы знаете, как во время пожаров волонтеры тушили пожары, как во время стихийных бедствий волонтеры опережали МЧС, как Лиза Алерт это вообще, вы знаете, как у Лизы Алерт, что они делают, как они ищут пропавших людей и детей. Но я считаю, что как бы то ни было, и какие бы там ни были, может быть, теоретические несогласия, это потрясающий волонтерский проект. Ну на самом деле, ну представьте себе, человек без денег, извините, то есть не коммерческие проекты все там, не ради славы, ну в целом, я не рекламирую группу, у меня тут тоже много, но в целом это потрясающая инициатива. Там, где есть брешь с психологами, мы умеем что-то такое делать. Да, как-то стихийно находятся люди, которые готовы читать в 25-тысячной группе каждый комментарий и такого, я думаю, я бы умерла, если бы я читала все эти комментарии. На данный момент 5 человек, включая меня. Слушайте, вам нужны семинары антивыгорания, точно, нужно придумать вам специалистов, потому что это токсичная работа. У нас было выгорание, мы теперь знаем, как с ним бороться. Я хотела бы сказать о том, что да, действительно, это волонтерский проект, мы не получаем зарплату, ни от кого и нам участники не перечисляют никаких денег за нашу работу. Я хотела сказать о том, что да, действительно, психотерапия важна, потому что, сравнивая подобные группы англоязычные, я наблюдала удивительную вещь. Я там наблюдала 3,5 тысячи человек в группе, при том, что у нас 25. Теперь говоря о токсичности, возвращаясь к вопросу, почему термин такой, токсичность, почему, откуда он взялся. На самом деле, все это просто является кальковым переводом. Есть книга Susan Horvath, которая называется Toxic Parents. Эта книга является бестселлером, в которой рассказывается о подобных родителей. По сути, вот такая, как можно сказать, основная книга, о которой можно узнать больше об этой теме и узнать себя, возможно. В русскоязычном формате я видела, что из-за Треста Питер, по-моему, перевел книгу как «Вредные родители». Поэтому термин, вот он такой, это не нами придумано, абсолютно. Теперь касаемо вопроса «Черное и белое». Да, действительно, очень интересный вопрос, насколько все черное и белое, потому что, действительно, даже я иногда в некоторых историях не вижу вот этого черного-белого, я вижу серое, потому что не всегда, судя по истории, ну, лично, по моему мнению, но я не имею права обесценивать боль человека, все кажется не настолько страшным, но, опять же, таки, как правильно говорил один из комментаторов о том, что, действительно, у кого-то не было такого опыта, и поэтому триггеры не работают. Поэтому, да, мы всегда стараемся быть на стороне, и всегда мы на стороне взрослого ребенка, мы так называем, потому что людям, которым по 45 лет или по 30 лет, сложно назвать просто ребенком. Однако, ну, скажем так, наши истории в группе, это, наверное, 97% это ужасная история, где, наверное, любой человек однозначно, даже не знакомый с терминами, скажет, что действительно пострадавшая сторона это однозначно, это ребенок. Надеюсь, что я ответила на ваши вопросы или у вас какие-то дополнительные есть моменты? У меня возникли два сразу вопроса, точнее сказать, два утверждения, и мне кажется, Евгения с ними не согласится, а вот психотерапевты не знаю. Первое утверждение такое, у меня возникло ощущение, вот поправьте меня, если я не права, что признание того, что партнер или родитель токсичен, это в некотором роде инфантильная позиция, то есть я ни при чем, это все о ней. Это первое мое ощущение. Второе, у меня такое, опять же таки, чувство, опять же, может быть неверное, что вот это называние явления токсичным, оно дает некий краткосрочный эффект, то есть я вот нашла это название, я поняла, как это называется, я поняла, что я не одна, ура, возможно, для долгосрочный эффект от того, что мы назвали вот так эти отношения этого человека, два вот таких утверждения. Да, первое утверждение про то, что не содержится ли здесь какой-то инфантилизации, такой узаконенной, легализованной вот этим термином, да, и второй, возможно ли какой-то долгосрочный эффект просто от выговаривания, проговаривания и опять же называния номинации вот этого явления. Ну, давайте я начну тоже. Во-первых, про инфантилизацию. Мне кажется, что само по себе называние это ну, как бы такой шаг к выходу как раз из инфантилизации. То есть первое состояние, которое есть у человека, когда он находится в вредных отношениях, не знаю, живет внутри некого психологического насилия, это ощущение собственной неполноценности, собственной виновности и того, что с ним что-то не так. То есть когда он узнает термин там токсичный, да, то он понимает, что возможно не с ним что-то не так, а все-таки ситуация какая-то неправильная, то есть с ним обращаются неправильно. И тогда возникает ну как бы переоценка той действительности, которая у него до этого была. Вот. И в этом смысле это, конечно, терапевтично, потому что после этого новый взгляд дает ему возможность во-первых перестать обвинять себя, во-вторых возможно начать искать помощи. Ну и как бы говорить об этом, потому что до этого человек молчит о проблеме, потому что с ним что-то не так, стыдно говорить об этом. А когда он понимает, что это не с ним что-то не так, то уже не так стыдно. Вот. Останавливает ли это следующий шаг, инфантилизирует ли вот в этом смысле? Я думаю, что, ну вот, по моему мнению, нет. То есть есть какой-то период, когда человек ходит и жалуется, и, конечно, с тяжелой травмой, просто само лечение очень долгое и очень такое проблематичное. Вот у меня есть действительно несколько клиентов, которые, ну вот, не один год в этом процессе, да, и прогресс очень небольшой, но это прямо вот тяжелые-тяжелые состояния, да, такие близкие к психиатрии, когда там с разбиванием голов, ну вот все вот это, вот. А когда это более-менее ситуация просто именно психологического насилия, то есть некий период, когда ты жалуешься, когда ты признаешь агрессора агрессором, ты выливаешь этот гнев на него, да, то есть этот период слива гнева, он всегда возникает, да, но когда этот период заканчивается, да, там под этим гневом что-то может быть еще, ну не знаю, там, сочувствие, например, к родителю, иногда любовь, иногда боль от того, что он не дал той любви, которой хотелось, то есть еще такая надежда на получение любви, и иногда это все-таки происходит, да, какое-то примирение, а иногда не происходит, но по крайней мере это уже не болит, вот, поэтому мне кажется, что это нормальный совершенно этап, вот, я не видела, чтобы клиенты именно из-за этого термина, ну как из-за диагноза притормозили, то есть мне кажется, что это скорее оправдывает притормаживание из-за тяжести их травмы, ну то есть не сам диагноз притормаживает, а притормаживает тяжесть ситуации, вот что. знаете, у меня, пожалуй, был некий опыт, когда этим с удовольствием пользовались, ну то есть это помогало уходить все-таки от своих каких-то изменений, это очень звучит ярко, это ну так вот как-то, не знаю, мне кажется, обозначив это место, можно сказать о том, что эти отношения такие и с этим уже ничего не поделаешь и я буду рядом с этими людьми таким, пусть они меняются, но это в общем-то не очень не ведет к выходу из ситуации. Да, это может быть длительное время, я согласна, и наверное это просто разные клиенты, разные типы личности, я бы даже сказала, есть люди с таким типом личности, которые склонны выбирать такую доминирующую идею или скажем сверхценную идею, на ней немножечко застревать, и да, я согласна, это ближе к ну скажем к таким психиатрическим диагнозам или скажем к пограничным состояниям, да, но это есть, и когда мы ну вот когда такое большое поле для этого термина токсичные родители получает, да, такое большое поле, то очень часто это все-таки не является конструктивным, мне кажется важно с этим очень аккуратно обращаться, мне нравится, ну как бы мне кажется более правильным называть это немножечко по-другому, это скажем отношения с психологически незрелыми родителями, и тогда это снимает некую стигму с них, и для меня это более продуктивно в работе с клиентами. Сейчас скажу, да, потом может быть Евгения тоже выскажется, как человек в этой теме очень много часов в день видимо находящийся, посмотрите, очень действительно по-разному бывает, для меня, вот для меня как для человека и как для специалиста что важно, для меня просто очень важно очень что-то сделать на одной стадии пока все живы, если еще все живы, живы родители по отношению к которым есть какие-то сложные эмоции, то это такой период когда можно что-то даже не то что успеть а что-то поменять, дело в том что очень быстро все проходит дай бог всем родителям и самым даже токсичным долголетия на самом деле даже тех кого но вот этот момент когда ты уже вменяемый ты уже что-то осознаешь и еще живы родители а у тебя уже есть силы на рефлексию и на какое-то я понимаю что вы не любите термин прощения нам до прощения часто когда не луны даже до другой галактики но иногда пока все живы можно что-то поменять и я ну поскольку давно уже в психотерапии разные есть истории я не могу их рассказывать но часто человек работает над отношениями с мамой или с папой и вот это может быть месяцами это может быть годами и эта боль выплескается и выплескается скажет что этому нет конца и как-то он останавливается что все не хочу устал я с этими отношениями работать я буду злиться продолжу злиться на папу или на маму а потом проходит еще несколько лет и человек умирает родитель умирает и это совершенно другая история я понимаю что это предельная ситуация но она всех нас ожидает кто-то через нее уже прошел уже родители проводил у кого-то родители еще здесь но знаете вот в этот момент когда подведена черта временный итог подведен все отношения переоцениваются и я вижу что есть два таких момента перезагрузки первый раз когда входишь в родительскую роль и ты понимаешь ты вот ребенок ты его любишь ты его ждал ты значит там все в тетрадку записывал что правильно делать как на него реагировать ну вот он себя как-то ведет и ты переживаешь какие-то сложные эмоции и ты себя ведешь так как ты себе клянулся клялся никогда не вести себя все мы переживали мы многочисленные на наших группах это все прорабатывали да там и научных и на онлайн это первый момент когда ты понимаешь слушать мама была не такая ужасная когда она там выходила в час ночи с больной головой от громкого пения на кухне она же до этого три часа это пение терпела а то что она потом говорила в общем было даже цензурным это тогда значит теми подростковыми глазами казалось что она ужасный непринимающий токсичный родитель а с этой другой позиции видите все по-другому но я говорю ситуации норма а потом вторая перезагрузка когда этот человек уже нет и ничего нельзя как будто поменять но в нарративной психологии люди знают что даже с теми кто уже умер в отношении продолжают развиваться есть такая практика ремембринга восстановление участия термин авторства собственной жизни он из нарративной практики замечательный термин так вот смотрите можно застрять на любом термине на любом популяризованном очень общим образом психологическом термине можно застрять и на астрологическом можно застрять я не дисквалифицирую этот термин в вашу работу ни в коем случае скажем ну он же лев или он бык все неизменяемая категория или там ну он аспергер или он там холерик или это ребенок индиго слушайте сколько лет я потратил на борьбу с термином дети индиго которые косили все минимальные мозговые дисфункции травмы педагогические задержки запущенности все значит у нас обозначалось дети индиго не научили ребенка границам он же ребенок индиго как бы это все объясняет шестая раса никто не сталкивался нет ну так вот а тут понимаете можно застрять на чем угодно можно застрять важно ну чтобы что-то помогало двигаться дальше это непростое движение вот мы тут с Таней когда обсуждали сегодняшнюю встречу готовились да я все очень настаиваю но в своей работе там медленной терапевтической работе в этих вот построенных онлайн курсах и очных семинарах мы все говорим все-таки о том чтобы таки простить родителей пусть кому-то не понравится но понять по крайней мере их опыт но это требует усилий понять их обстоятельства понять их историю почему это мама вцеплялась в голову и била вот так вот лбом а вообще она выросла в детдоме почему этот папа ну некоторые вещи нельзя оправдать никак но можно понять как был устроен вот этот вот круг ужасного взаимодействия почему на самом деле часто вины вот этого человека он транслировал насилие очень редко уже вот второе поколение смотришь и он сам его как бы был источником первым обычно он сам травматик да это мы тоже мысли прокатываем все значит мне нужно закрывать рот передавать микрофон дальше ну в общем я думаю заострять можно вопрос да мы можем послушать наверное вот сколько времени то у нас да ну у нас еще есть время есть я хотел тут столько замечательных психологов поэтому я в качестве не психолога вот у нас такой фланг такой менее психологически такой фундированный образовался левой вот и и мне кажется мне кажется все таки вот это тоже очень важно вот к этому моменту насколько я вас понял вы как-то к этому термину особо не цепляетесь вы его как-то взяли вот у одной у одного психолога как-то верили транслируете ну простите но для меня это очень важно то как словом что-то назвать чрезвычайно важно ну он философ ему сильно важно это мне кажется вообще центральным моментом то есть ну вот простой пример один и тот же факт женщина беременеет одна женщина говорит я залетела вторая женщина говорит мне бог даровал новую жизнь что это разные это это ничего не значит эти описания эти описания значит просто жизнь и смерть все просто эти описания кажется что такое описать этот факт один и тот же факт Но это жизнь и смерть. И поэтому, мне кажется, какие слова мы отрубляем, это чрезвычайно важно. И вот я признаю, действительно очень важно, что люди у вас в группе могут высказываться. И действительно, если человек действительно долго копил, естественно, это не может дать благостную речу какую-то. То, как он будет высказываться, он, естественно, будет, может быть, ругаться, проклинать, высказывать какие-то очень сильные отрицательные эмоции, это понятно. Мне кажется, все-таки какая-то базовая вещь очень важная. Это действительно, ну, такое прохождение через принятие и примирение человеческого дела, понимание того, что родители и дети в одной лодке. Вот для меня вот это употребление термона «токсичный», вот это разделение мира на вот этих взрослых детей, несчастных жертв, страшных этих токсичных родителей, для меня вот это базовое разделение видится потенциально очень серьезным или опасным. Потому что путь человека, как я понимаю, он заключается как раз в вхождении в полноту человеческого существования. Когда ты становишься родителем, да, ты, естественно, переворачиваешься, и потом, когда ты, можно сказать, принимаешь самого себя. И эта общность человеческого дела, когда она нарушается таким жестким разделением, мне кажется, может приводить действительно к каким-то сложным последствиям. И я здесь вижу, в общем-то, некоторую непродуманность, в общем-то, в этом термине. Я, в общем-то, не читал книгу, о которой вы говорили, да, и, может быть, ее следует прочитать и понять, насколько действительно эта книга, так сказать, что она все содержит. Сейчас опять вклинюсь, может, зачитаю. Я вот считаю, что возможны клубы по интересам и нужны. И в наших огромных городах важны маленькие такие сообщества, где люди разделяют что-то. Вот у нас там клуб многодетных семей, есть группа, да, есть группа подрастаем с подростком. Там люди объединены разными темами, разными болями, можно сказать. Я считаю, что здорово, что есть место, где вот люди объединены. Видимо, этот термин собрал вокруг себя тех, кому откликается. Да, конторгумент. Да, наверное, я немножко пробую еще раз посветить по поводу токсичности. Как я говорила, термин был взят из этой книги. И, в принципе, эта книга является основной, которая, на мой взгляд, хорошо описывает все ее моменты и примеры основные. То, что она американская, то есть, очень, извините, перебиваю, то, что она американская, не мешает. То, что очень часто вот авторство западное, его нужно очень сильно поправлять вот на наш... Я поняла, да. Вы знаете, мы тоже изначально думали о том, что авторство нужно поправлять. Вы знаете, действительно, к сожалению, получается так, что, читая истории участников, ощущение, что у всех была одна и та же мама, или у всех был один и тот же папа. Поэтому неважно, это Австралия, Германия, даже заходя и читая на английском языке историю группы, историю, которую пишут в англоязычной группе, ну, это буквально-таки перевод наших историй. Почему токсичный? Ну, на английском языке это означает яд. И, наверное, вот эти отношения, которые отравляют жизнь, наверное, имеются в виду. Почему именно применен термин токсичность или токсик? Говоря о том, что можно застрять в инфантилизме, как вы говорили, коллеги, все, в принципе, правильно сказали. Действительно, кто-то застревает, потому что токсичные родители, опять же, будут применять этот термин, так проще, это либо гиперопека, когда ты хочешь, не хочешь становишься инфантильным человеком, либо когда ты настолько погружаешься в травму, что у тебя уже нет сил ни на что, и все думают вокруг, что ты просто такой, ну, лентяй, который не хочет работать носовой, тряпка, которому нужно просто взбодриться, встать, идти и стать человеком. И родители тут ни при чем. На самом деле, все мы родом из детства, и родители имеют большое значение на воспитание наше. Касаемо того, чтобы понять, простить, я бы тут тонко подошла к этому вопросу, потому что действительно очень важно понять, понять причины первоисточника, это уже залог возможного хорошего течения лечения, назовем это так. Причину понять действительно нужно. Ничто ниоткуда не появляется, просто так. Но вот что касается простить, тут уже тонкий момент, каждый для себя решает сам. Прощать ему потом таких родителей или нет. Касаемо того, как это все переносится на собственных детей. Дело в том, что читая истории участников нашей группы, я понимаю то, что, ну, наверное, практически никто не переносит все эти истории на своих нынешних детей, потому что постоянно рефлексирует и вспоминает, и одергивает себя, слышав в голосе иногда мамины нотки. Поэтому, да, мы можем понять, почему мама так била, условно говоря, головой об стенку, или что-то еще, но мы же так не поступаем с своими детьми. Значит, получается, можно было что-то поменять, можно было изменить момент. Евгения, у меня вопрос. Откуда уверенность, что участники вашей группы не поступают так со своими детьми? Ну, конечно, безусловно, я не могу зайти в квартиру каждому человеку и проверить, насколько это получается, но, по крайней мере, имея личное общение с некоторыми участниками, либо моими коллегами по модерации, у меня такого сомнения не возникает, потому что я вижу, насколько спокойны эти люди, и я вижу детей. Потому что, в принципе, слушать действительно взрослого права без толку. Нужно смотреть на его детей, как они себя ведут, и за минут 5-10 наблюдений за ребенком можно понять, насколько все хорошо у него в семье. Это, конечно, приблизительный будет анализ, скажем так, но спорно, спорно. Спасибо большое. Тема, вы видите, безбрежная. А можно отнестись вот к понятию простить? Да, конечно. У нас вот разные позиции. Я тоже, на самом деле, к пониманию отношусь хорошо, а к прощению сложнее. И вот объясню, почему. Потому что, на мой взгляд, как раз прощение предполагает первоначально некое обвинение. И я считаю, что вот это внутреннее обвинение, оно откуда берется? Собственно, это и есть токсический процесс. Это то, чему человек научился внутри вот этих токсических отношений. То есть кто-то должен быть виноват. Вот. И вот этот обвинитель внутренний, он ищет себе объект. Кто же в этом виноват? Он находит сначала родителя. Поэтому вот этот обвинитель отстает от внутреннего ребенка и обвиняет некоторое время родителя. Потом, через некоторое время, мы, допустим, понимаем, что родителю было очень тяжело. Там у него были и те проблемы, и другие проблемы. И мы его, так сказать, прощаем. Но обвинитель-то внутри никуда не делся. И он после этого бросается на внутреннего ребенка и говорит, ну, раз родители мы простили, то теперь, видимо, все-таки в этом виноват ты сам. И человек впадает после этого в страшнейшую депрессию. То есть не на той стадии простили. И не так разложили по ролям. Ты же сейчас используешь страну, но понятие транзактного анализа. Да. Вот процесс прощения, на мой взгляд, это очень какая-то такая вещь сомнительная. А вот процесс остановки обвинения и работа с этим внутренним обвинителем очень важна. Потому что если ты поймешь, что вообще на самом деле это не самое главное найти виноватого, то есть можно просто, ну, то есть поняв ситуацию, прекратить вот сам процесс суда внутреннего, тогда только ты выйдешь в какую-то другую зону. Спасибо большое. Мы тут заморили аудиторию абсолютно. Вы все такие серьезные сидите. Я говорю, что тема серьезная. Нет, ну реально, мы по сути разбираем сундук дедушки Фрейда. То есть вот сейчас уже какая-то следующая итерация. То, что вообще родители могут быть в чем-то виноваты, это же когда-то была абсолютно революционная мысль. Это мы сейчас все сидим, не знаем, куда деваться от своего родительского чувства вины. Недостаточно ребенка выслушал, там мало его обнял. Это же, да, но это такая тема в моей работе. Я думаю, тут многие родители понимают, что они будут виноваты всегда, что родители виноваты всегда. Сидит, значит, это почти идеальная мама, которая все время тратит на самосовершенствование родительское, думает, возможно, я токсичная мать, возможно, я все-таки токсична. Проверяет себя по этим чек-листам, значит, степень токсичности, это уже невроз какой-то просто. Нет, просто термин вина, конечно, это славянское слово причина. Вина – это причина, родитель всегда будет причиной, он не может стать в другую позицию, он всегда будет причиной. Но давайте действительно, может быть, мы к каким-то темам вопроса мы с зала перейдем и заодно продолжим обсуждение этой темы. Там был вопрос уже давно. Тогда, если можно, микрофон передавать. Да, можно, у нас сегодня нету человека в зале. Добрый вечер, спасибо. Добрый вечер. Вот мы много говорили о том, что мы внутри себя ведем работу над собой, кропотливую, уверенную, освобождаемся от гнева, от чувства вины, от обвинителя. А потом приходит такая красивая, добрая мама, с которой такие трудные отношения, и делает то же самое. То же самое, что делала? То же самое, вот за что мы ее вчера, сидя на кухне, простили, да. И потом мы говорим ей, дорогая мама, я много думал и вот понял, что там и там было что-то плохо. Это длится некоторое время. А потом мама говорит, ты знаешь, ты загнала меня в чувство вины, я не хочу с тобой говорить. А мне вот очень хотелось бы отношения наладить. И непонятно, что можно предпринять. Кому вопрос? Спикеров много? Выбирайте на вкус. А можно твоим? Можно ко мне, а потом Татьяне переадресу. Вот так, да. Значит, смотрите. Все равно психотерапия, да, предмет роскоши, это все длительный процесс. Иногда на первых стадиях. Вот что делают, я так понимаю, в книге «Токсичные родители» люди предлагают сепарацию, отделиться от этих отношений, да, увеличить дистанцию. Конфронтация? Да, 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 да. Разрывом, разрывом. Мы сейчас не будем уже это обсуждать, у нас вот тема огромная. Потому что я огромный противник выставления эмоционального блокад в близких отношениях. Но иногда, когда вы только начинаете работать над отношениями, такими близкими к отношениям с мамой, и там иногда это братско-сестерские отношения, очень редко это отношения супружеские, но бывает тоже, там это будет Штанина область. Иногда, вот я говорю, слушайте, у вас на какой минуте разговора по скайпу с мамой у вас уже начинается все, там ваша соматика идет, там вы уже теряете контроль, начинаете рыдать. Какая минута? Засекайте. Ну это вот в работе. Засекайте и выходите из коммуникации на полминуты раньше. То есть иногда при всей углубленной, на самом деле, работе над прощением, человек понимает, что ему дико мешает, что он не хочет быть обвинителем, что он вообще хочет жить дальше, не чувствует себя жертвой, не хочет быть выжившим. Это, ну, типология, психология травмы, да, он хочет жить полной жизнью, но он просто не может. То есть накопленная инерция взаимодействия, вот такая вот история, да, что просто по часам. Потом, постепенно, если вот срывов нет, по мере там отражения эмоций, просто, не знаю, вырастание новых нейронных цепочек, почему-то люди очень впечатляют вот этот вот образ, должны по-другому прорасти нейронные пути. Это время может увеличиваться, ну, конечно, со срывами, да, и нужно понимать, что это обычная динамика. Если отношения в целом долго были невыносимыми, они не станут выносимыми сразу. Это какие-то будут шаги, типа, да, маленькие шаги. Таня, что скажешь? У нас разные, мы работаем в одном центре, но немножко в разных парадигмах. Ну, я поддерживаю, то есть на самом деле, конечно, это же не происходит вот сразу, да, по щелчку. Мама не изменилась совершенно, это вы ходите на терапию, а мама не ходит. Поэтому она, конечно, будет вести себя по-прежнему. Плюс возраст. Да, плюс возраст, и, в общем, сложно человеку меняться уже после определенного возраста, действительно. Вот. Поэтому, как бы, один из этапов терапии – это, собственно, готовиться к тому, что ты будешь все равно с этим сталкиваться, да, и как бы внутренне тоже переосмыслять эту ситуацию. В общем-то, мы когда включаемся, когда наши собственные раны болят, то есть первая задача – это залечить все внутри себя. Вот. Когда оно залечено, ты уже не так увлекаешься, и поэтому маме сложнее тебя поддеть. Вот. Ну, есть какие-то приемчики? Я могу, конечно? Секреты. Кухни открываем. Ну, можно. Один-то прием. Подожди, люди за рецептом пришли. Подожди, мы ни одного тут не дали еще совета. Уже полтора часа, значит, мы тут прием, а ни одного совета не выдали из автомата психологического. У Джорджио Нардоне, у которого я когда-то училась, значит, у него был такой совет, как раз вот, видимо, для токсичных мам, ну, я условно говорю, он говорил, «Мама, спасибо, что ты вмешиваешься, я знаю, что ты делаешь это из любви». Вот. Еще интонация. Если представилась, с какой интонацией это, может быть, произнесено. Ну, вот, да, интонацию как бы здесь можно модифицировать, да, но, по крайней мере, вы обозначаете, что сейчас это вторжение, но при этом вы признаете ее добрые намерения. И часто после этого, ну, если вы не сказали, так, «Мама, спасибо, что ты вмешиваешься», вот, то иногда это, в общем, срабатывает, и человек, ну, так просто становится более вменяемым. Вот, когда действительно нужно защититься и при этом не напасть. Слушайте, еще мы не сказали очень важную вещь, да, тут говорили, говорили про токсичных родителей, не сказали очень важную вещь для России, по крайней мере, точно, на самом деле, она интернациональная. Нужно понять, вот сейчас, в текущем статусе, там прошло 25 или 30 лет с того момента, как детство ваше закончилось, да, родители вообще вменяемые или нет, какой у него статус? Ну, как бы, с чем мы имеем дело? Возможно, там уже возрастные изменения, там, да, старческие, возможно, это просто диагноз. Возможно, это ригидность возрастная, да, возможно, это невроз, возможно, это алкоголизм, или, ну, это может быть, что угодно, нужно понимать вообще, вот, статус нужно понимать. Вообще всегда нужно понимать статус. С подростком, потому что он, может быть, абсолютно невменяем от своих гормонов, там, да. Ну, статус – это же тоже, ну, диагноз некий, да, то есть… Ну, все равно норма на уровне, мне кажется, бытового сознания, норма, не норма. Ну, да, тогда ты по-другому оцениваешь эту ситуацию, да. Потому что невозможно вести диалог с человеком, у которого там глубокие поражения психиатрического характера, да, диагноз вообще. Ну, диалог вести возможно, но совершенно по-другому. Есть там специально обученные психиатры, которые могут проинструктировать, как вести беседу с людьми такого-то, но, извините, может быть, я очень резко, но действительно очень часто недооценивается статус. Еще был вопрос, где-то здесь, а у вас, да, Аля. У меня вопрос. У меня, наверное, к Мише. Вот, смотрите, я все время думаю, вот этот грань, где грань между нашей православной, вот этой точкой зрения, что надо простить, вот родители, почитать, вот это все. И тем, что ты какие-то вещи, ну, не можешь простить. Вообще, возможно, вообще иметь человек право, ну, не простить. И, в принципе, потом, ну, жить дальше. То есть понять, что, да, мои родители были людьми, ну, вот не нравится вам термин «токсичные», да, а вот людьми, которые, в общем-то, крепко меня жрали очень долгое время, очень крепко подкосили меня, скажем, там, в детское время, в подростковое время. Я вышел там какой-то определенный, там, кривой-косой, вот, потом в определенный период жизни ты нашел в себе сила все это разжевать себе самому, раскопать, разложить по полочкам и, в общем-то, понять, что, ну, вот они такие, да. Да, но я вот не могу понять, что такое простить, это что? Я вопрос к себе, как возможно ли почитание без любви, вот, в моем случае, вот он так звучит, потому что сложно возникнуть любви там, где ее нет, и что делать с заповедью почитания. Вот, еще немножко так это, вот вы сказали термин «токсичность», да, вот в моем понимании это такой термин, как вот нож. Можно им хлеб резать, а можно человека пырнуть. Вот и здесь тоже это зависит от того, кто возьмет этот термин в свои руки и как он будет им апеллировать. Кто-то будет обвинять всю жизнь и крутиться с этим, а кто-то поймет о себе что-то, проживет, перешагнет и пойдет дальше. Вот как такая вот помощь. Я тут, конечно, не могу за всю Одессу ответить, и я, конечно, не специалист, который даст ответ, как там православная точка зрения со всем остальным спрягается. Я могу только от себя лично сказать, что мне кажется, что вот такая существенная проблема в том, когда ты в белом пальто, а напротив тебя токс, вот сама вот эта ситуация, она чрезвычайно может быть и расширена, в принципе, вообще погода не та на улице. Кто-то виноват, должен быть, что погода на улице не та, правильно? Значит, плохая история, плохая страна, плохой мегаполис. И вот это вот, в принципе, это путь, если вот идти этим путем, путем вот такого перенесения центра плохости вовне себя, мне кажется, это тупиковый путь, конечно. Я, конечно, совсем не специалист по прощению, но мне кажется, какое-то вот принятие того, что жизнь такова, и что ты таков, и что ты находишься именно в жизни, и жизнь находится в тебе, и все мы, понимаете, тут вот часто речь шла о том, где старт травмы, да, вот, значит, соответственно, есть жертва, а вот тот, кто насильный, тот оказывается тоже жертва, но я думаю, мы понимаем, что эта цепочка куда уходит? Она что, родителям оканчивается? Эта цепочка уходит, вот, ну, эта метафора грехопадения, она, мне кажется, очень хорошая в этом смысле, очень правильная, да? Мы не сможем остановиться на родителях, нам надо уйти к бабушкам, прабабушкам и так далее. В конце концов, принять простую вещь, что человеческий род, да, грешный род, и ты тоже такой же человек, и родители тоже таковы. Естественно, это, ну, и это тоже можно повернуть как угодно, да, но это какое-то базовое принятие, мне кажется, является прощением. Мне как раз вот это вот прощение как наличие обвинителя, мне кажется, совсем не близко, конечно, это понимание, что я кого-то обвиняю, прощаю, потом опять обвиняю. Конечно, я этот термин совершенно по-другому понимаю. Ну, это тот процесс, который реально происходит с людьми, кто серьезно пострадал. Вот, то есть для них, почему, собственно, тяжело простить? Потому что внутри них очень много боли, то есть можно легко принять, что жизнь такова, да, но невозможно принять, когда тебе там, ну, действительно, то есть когда, в общем, так все нормально, то можно это все принять, а когда ты жить не можешь, тогда тебе это, с этим надо как-то обойтись. Мне кажется, простить, это значит просто снять отчасти свои ожидания от человека, ожидания, что он будет другим, будет приносить что-то светлое и радостное. Это вот, ну, перестать ждать этого. Можно, тоже скажу, или уже хватит мнений. Ну, психологи все время учатся, практикующие психологи все время учатся. Они, если не перестанут учиться, они, значит, вымрут как класс, кроме того, что у них там, собственно, супервизия. Да невозможно не учиться, потому что все время нужно что-то новое, какие-то новые инструменты для помощи. И вот я, значит, в какой-то момент пошла учиться психологии травмы, по-моему, в подходе, ориентированном на решение. А он такой простой, позитивный подход, краткосрочный, там у них все так оптимистично, быстро получается. Хороший был еще тренер. И вот мне очень пригодилось то, что он сказал. Он сказал не это, а то, как результат переработал. Ну, значит, ну, по сути, да, вот эта вот ситуация насилия в детстве, в каких-то так называемых токсичных отношениях, так называемых, да, это ситуация травмы. А с травмой, и работать с этим надо как с травмой. Причем травма долговременная, может быть, очень сильная. В психологии травмы есть три категории, ну, как бы стадии переживания травмы. Вот в этом описании там по-разному подходит. Есть жертва, да, тот, кто продолжает оставаться в ситуации травмы. Потому что прожди, может, 40 лет уже. Ну, как там, да, вот то, что наиболее известно, там жертвы нацистских лагерей или жертвы наших репрессий. Афганцы, да, воины, которые воевали в Афганистане. Для них его прошлое, оно сейчас происходит. Это жертвы от травмы. Они не живут в настоящем, да, они продаются. Их самое интенсивное переживание очень болезненно, и относятся к прошлому. Это самая такая трудная категория. Есть вторая – выжившие. Когда ты выжил, ты вроде эту травму пережил, ты как-то функционируешь, но по сути все твои самые сильные эмоции, они по-прежнему там. И ты живешь в прошлом все равно. И есть тот, кто… Это такая сложная калька с английского, называется «живущий полной жизнью». Да, тот, для кого прошлое прошло. Я, значит, фанат, как это, жизни в настоящем. Мне кажется, что вот этому прошлому нужно дать пройти. И вот это прощение, по крайней мере. Ну и там всякие фишки, уже чисто психологически, как помочь это делать. Это совсем непросто, как с любой травмой. Чем сильнее травма, тем длительнее может быть. Мы все знаем, что это каждый раз такая авторская. Работа, помочь человеку прожить травму. Но вот мне кажется, что вот непрощение, оно заставляет оставаться на территории действия травмы. Жалко, жизнь жалко. Вот, ну, не знаю, кому как. Ну и там, ладно, все, можно. У меня вопрос был, знаете, какой. У меня вот большие переживания по поводу вот этого социума, в котором люди все делятся своим горем. Вот если человек пришел один с горем, я так понимаю, толпа сочувствующих людей, да, она как-то вот, мне кажется, способна человеку поддержать, помочь. А если человек пришел там, ну вот реально мама там разогнала на кухне, он пришел и его там, говорит, меня родители достали, да, а тут он видит такой вот, скажем, ужас нечеловеческий, да, то есть огромного масштаба, то вот как вы считаете, есть в этом лечебный эффект или нет этого эффекта? Находиться в таком сообществе? А вы кого спрашиваете? Кому вопрос? О всех. Все по очереди. По поводу того, что мама накричала на кухне на меня, как я говорила, что в нашей группе нет подростков. В нашей группе люди, которым 25 лет, и в принципе ситуация о том, что мама там что-то накричала на кухне. У вас там ценз? Нет. Ценза возрастного у нас нет, но мне видна статистика группы. Я вижу, какой возрастной ценз у людей. Фейсбук показывает. Статистику Фейсбук показывает. Я вижу, по возрастной состав и каких странах люди. В основном это люди от 25 лет, поэтому такая ситуация нам маловозможна. Тем более у нас в группе таких историй нет, потому что, в общем-то, даже все посты проходят изначально модерацию перед тем, как будет размещено. При модерации у вас, да? 25-летний меня тоже беспокоит. Он в детстве запрям, понимаете? Это моя сердечная форма. 25-летний, когда я вижу на всех, понимаете? Я за него переживаю. Вот он попадет к вам. Он выйдет из этой ситуации. Можно ремарку? Да. На мой взгляд, даже на 40-летнего может накричать мама на кухне. А на 60-летнего как может мама накричать, вы знаете? Слушайте, можно я скажу, если не перебиваю? У нас немножко другая специфика группы, но я думаю, что человек, ну как бы такой… Хотя любую ситуацию нельзя назвать light. Любая ситуация, которая переживает, она не light, она не легкая. Но этот человек почитает. У нас тоже есть как бы эта группа многодетная, закрытая. Мы стараемся людей, у которых меньше трех детей, не брать туда. Ну так, не все же отвечают правду на вопросы вступительные. А да, значит, прорываются люди интересующиеся. Они как почитают, говорят, слушайте, я тут у вас почитал, у меня, как раз, такая легкая жизнь, у меня такие хорошие обстоятельства, пойду-ка я отсюда, у меня, как раз, все хорошо. И вот вам терапевтический эффект, ну совершенно реальный. Да, я думаю, что вот увидев и почитав тот кошмар реальный, да, с которым сталкиваются люди, может быть, все-таки человек поймет, что это ужас, но не ужас-ужас, да, то, что у него в жизни. Да, я клинал право. Те, наверное, есть те люди, которые тоже при вступлении понимают, что что-то стоит для меня не так, но почитав историю, они прямо пишут, я почитал историю и понимаю, что у меня еще ничего. Да-да-да. Да, поэтому, конечно же, как говорила, цель группы, чтобы люди оттуда вышли. А вы это где-то пишете? Дорогие, мы не думаем, мы не хотим, чтобы ты оставались на 20 лет у нас. Мы на самом деле об этом всегда и говорим. И, в общем-то, это понятно, да, что у нас, конечно, не группа, а интересно, да, и долго тут сидеть до 100 лет. Поэтому 25-летний человек, который попадает в группу, и у него, действительно, есть проблемы, ну, в таком случае он останется до тех пор, пока ему это нужно будет. Какие-то еще вопросы? Какие-то еще что-то еще сказать и сказать? Что, ни одного вопроса мы вас задавили? Слушайте, ну, я еще могу сказать, что иногда вот живешь целую жизнь, да, и вот как, например, у меня это вышло. Жила-жила-жила до 44 лет, и думала, что, ну, это папа с мамой, вот, ну, всегда с ней сходила, думаю, ну, не характер такой, ну, вот туда-сюда, ну, вот прям вот, вот и так, и сяк с мамой, там, и с папой, и вот все вот прям вот это. А потом очень долгие годы не виделась с ними и привезла им детей. И когда я увидела, когда они ко мне, со мной так обращались, я не понимала, что это. А когда я увидела то же самое по отношению к моим детям, это было настолько мощно, настолько страшно и сильно, что по приезду домой я просто вот просто легла в лёжку, я не могла встать. То есть, и вот параллельно, нечаянно я тогда как-то не помню даже, как я узнала вот о группе «Токсичные родители». Я почитала истории, мне скинули книгу, пазл стал складываться. Я поняла, что есть, да, вот такие отношения, есть такие вот, вот, не знаю, вне нормальности какие-то вот вещи. И это очень помогло, очень помогло, озвучив вот это всё у себя в голове. Много, ну как бы вот проработав это и расставив какие-то правильные границы в отношении с родителями, всё стало гораздо ровнее. То есть я вытянула руку, их отодвинула, я перестала себя пинать и говорить, что, и я поняла, что я просто, что бы я ни делала, я не смогу быть им до конца хорошей. Да вообще в любой степени не смогу быть хорошей. Мы остались вот просто вот хорошими, добрыми друзьями. Я общаюсь с ними, но всё очень дозировано и очень на вытянутой руке. И это очень важно. Вам спасибо огромное за вашу группу. А время выхода из неё начинаешь ощущать. Вот прям чувствуешь, вот ты как плод, ты созрел, ты понял. Всё, ребята, я теперь уже, да, спасибо, я пойду дальше. Вот, спасибо. Ещё вопрос тут сбоку. Я волнуюсь, постараюсь сформулировать свой вопрос. У меня есть ощущение токсичности в отношениях с мужем. И вот интерес, как совет, возможно, получить хотелось бы, как сохранить вот этот баланс тонкий. Получается, либо ты полностью погружён в эти отношения, теряешь контакт с собой, либо ты занимаешься только собой, что на самом деле мне пока не ведомо, как это только собой заниматься. И, возможно, отключаешься от процесса в отношениях, что-то забываешь, внимание теряется. Вот как-то, может быть, я мало информации для вопросов предоставила, но в целом это как вот сохранить баланс, не теряя себя в отношениях, быть, ну, целостной какой-то тоже. Спасибо. Кому вопрос? Кому вопрос? Вы знаете, мне кажется, тут важно, вы говорите, как мне самой с этим справиться, я правильно понимаю, или вы говорите, как вообще можно справляться с такими ситуациями? Как можно справляться с такими ситуациями? Угу. Ну, наверное, это прозвучит ожидаемо, но если вы приходите за помощью к специалисту, да, он вам поможет понять, где ваши границы, куда возможно, куда невозможно, как, ну, почувствовать их, буквально ощущать не на уровне головы, скажем, а на уровне чувств и тела в том числе. И для вас это будет как раз более внятным, понятным, вы сможете останавливать человека на этих границах и увидеть свой вклад в то, что такие отношения с вами возможны. Если же вам, ну, по каким-то причинам вы не хотите обращаться к специалисту, есть прекрасные книги, ну, например, вот «Бегство от близости» или «Просозависимость», называется «Уанд Холл». Не припомню, может быть, коллеги подскажут, как же она. Ну, по автору погуглиться. Ну, да, да, вот там буквально все расписано даже с упражнениями. Буквально, если вы идете со специалистом, это проходит вот так, если вы по каким-то причинам не можете это себе позволить или там не очень сильно доверяете, там даны прям буквально практические рекомендации. мне кажется, это может быть прям вот хорошим выходом. Сейчас скажу контр-мнение, что я не оспариваю. так, давай ты. Ну, вот, когда вы говорите, да, что я ощущаю токсичность в отношениях, да, мне кажется, что это вот прям хороший повод, правда, идти на парную семейную терапию и исследовать, что на самом деле происходит, потому что действительно ли муж токсичен, ну, потому что, когда ты оцениваешь его как токсичного, то, собственно, возникает такая трещина в отношениях, и восстановление этих отношений становится очень проблемным, ну, потому что на нем лежит некая печать уже какой-то испорченности. Вот, поэтому, если вы собираетесь в этих отношениях оставаться, то, конечно, надо идти и исследовать, как именно эта токсичность возникает, она обычно двусторонняя, да, и вот этот вот процесс восстановления близости, это медленный, но, в общем, доступный паре, выбравший друг друг людей, доступный процесс принятия друг друга в каких-то вот особенностях. Смотрите, какие разные психологи, сейчас все ответят по-разному, это вот была задача. Мне кажется, что, ну вот у акушеров есть такой ответ на стандартный вопрос, когда там женщина говорит, вот я не понимаю, у меня рода или не рода, у меня схватки или не схватки. Акушеры говорят, слушайте, если вы не понимаете, то значит, это не схватки. Или так же с младенцем. Помните, да? Или с младенцем. Доктор, мы не понимаем, у вас колики или у нас коликов нет? Если вы не понимаете, это не колики. Я не знаю, насколько можно вот эту метафору продлить, но если вы думаете они токсичны для меня отношения да то возможно просто мы все находимся в травмированном состоянии все читающие люди мы переели психологических терминов вообще одна часа с огромных проблем это что люди прочитали слишком много всего про воспитание про отношения кстати на русском прочитали меньше но все равно да мы постоянно себя меряем возникают 90 60 на 90 сейчас мы проверим баллы токсичности отношений мне кажется что вот но есть что-то что в отношениях тревожит не устраивает что-то что идет криво не так да пока еще не так но и если смотреть на отношениях на дерево как на организм который растет на вот это что-то метафора который мне ближе всего лишь там но есть трудности до что-то танец который вы только учитесь называть вдвоем вообще там считать что первые 10 лет это молодой брак тут кто прожил там 15-20 лет тут есть такие я вижу аксакалы пришедшие да вы понимаете что все то что было первые 10 лет брака это в общем то нет это очень трудно но по сути был процесс притирки да он был такой долговременный а вы-то думали что вы уже давно притерлись вот и вот тут я вот здесь я опасаюсь используя таких сердечных терминов как токсичность может быть опасно я неоднократно сталкивалась таким стопом в терапии вот реально не один раз не замуж коллеги откликнулся чек ходят на терапию он работает над отношениями вдруг он бабах прочитал этот термин я почему-то откликнулась на тему который придумал он прочитал термин токсичный все уголь тоже тему тут с вами копаемся разбираемся да это же просто токсичные родители для него это способ не много чего не просто описать боль иногда это очень полезно но часто это стоп на он потом вернется через два года там через год в терапию скажешь ну конечно не токсичная давайте-ка мы там все-таки пойдем дальше а вот длинность спич получается но смотрите на российской почве некоторые понятия применимые к браку звучат очень странно и неоднозначно наверно вы читали книгу брак где проходит граница автор таунсенд у них и у него же есть прекрасная книга дети границы границы она работает отлично а вот как только люди читают книгу про брак у нас на русском час начинается ерунда ментальность другая нас ведь у нас по-другому в прошивке представление об отношениях устроены поэтому в общем то с аккуратностью до разбираться конечно надо но мы тут исходим из того то что не все рядами пойдут психологом и психологов столько нет да и возможности такие не то что люди будут разбираться до заниматься самолечением как-то в полевых условиях оперировать аппендицит нет не обязательно ну и поэтому лучше предполагать что не токсичный муж да что что-то между вами происходит что-то коммуникация коммуникация какая-то такая которую надо обсуждать до 1 понимать что такое не нравится возможно вы не договорились о том сколько будет свободного времени возможно еще расскажу как-то секрет кухни у меня новый копирайтер копирайтер от телевизора пишут тексты не все тексты пишу сама и вот значит написал письмо для рассылки сейчас который народ многие из вас получили а я его не успела прочитать то что у меня там было очень плотная программа я плане у компьютера получаю значит письмо от самой себя а там из книжки про токсичные отношения взят просто абзац это новый копирайтер он еще не разобрался я понимаю что тебя 5 признаков токсичных отношений которым они взяли это вот мы с мишей соответствуем на 200 процентов но более того все пары как знатные токсы а там 5 пункта не могут друг без друга зависит от состояния друг друга так вот на нашу русскую ментальность это признаки удовлетворяющих отношений было анкетирование и все эти пункты считались признаком надежных долгосрочных удовлетворяющих отношений вот пожалуйста вам до трудности перевода да и трудности перевода на менталитет вот 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 давно руках вот возник этот и вопрос когда вы говорили по поводу вины по поводу боли по поводу прощения в конце вы сказали что а как же когда человек не может жить что означает человек не может жить то есть человек не может можете как-то вот это пояснить очень много вариантов когда человек не может жить с чем хотя бы да то есть вообще-то психологическое насилие реально это причина для там 2 3 суицидов поэтому ну буквально то есть буквально и так прям в прямом перед но часто он не может жить то есть он не может принимать себя таким то есть он все время чувствует себя каким-то недостаточным вот про это не может жить то есть чтобы он не сделал всегда неправильно вот и если вот это вот вина до внутренняя она как бы нет не разобрана до конца то тогда прощение не не помогает вот я про что говорила то есть ты можешь просить родителей но если не проработал собственную виновность давайте у нас под будут за вопросы завершаться давайте может два последних вопроса тогда вот добрый вечер спасибо большое за очень интересную тему у меня есть небезосновательное такое предположение что я токсичный родитель для своего ребенка тут нет токсичных родителей в зале нити возможно это моя галлюцинация такая да скажем так фантазия такая моя интересная но у меня есть такое ощущение что я возможно как-то негативно мой внутренний мир больной какой-то мой травмированный внутренний мир тоже который родом из детства конечно же он воплощается моем ребенке я это вижу глядя на него я вижу как он реагирует на какие-то вещи там так далее в этой ситуации мне с кого все таки лучше начинать потому что вдруг это моя действительно какая-то фантазия себя или с ребенка ну действительно слушайте я я на самом деле приходила к психологу с этим вопросом про ребенка да она меня посмотрела и говорит а почему хотите начать именно с ребенка может быть вам покопаться в себе вот но пока я во второй раз до психолога не дошла хотел бы услышать ваше компетентное мнение спасибо но мне кажется это действительно очень часто но по крайней мере ко мне приводят родители ребенка и говорят с ним что-то не то вот и но потому что в себе то я уверен я тоже вы уже давно я же выживаю уже давно да а вот он что-то как-то не очень вы в себе тоже не уверена ну да так тоже бывает это уже мне кажется здорово что вы не на такой жесткой позиции что я делаю все правильно а вот он как-то неправильно живет ну ребенок он же появляется в какой-то среде да и он взращивается в этой среде напитывается этой средой да и понятно что пока среда будет не будет меняться у него тоже мало шансов измениться все-таки ребенок достаточно зависим от родителей мне кажется вполне логично а вы на этом остановились или я бы знаете что сказал вам еще не понравится мой ответ спросите у ближних если у вас есть люди которым вы доверяете друзья может быть родственники часто у нас друзья муж наконец спросите их мнение иногда это самое верное мнение ему скажешь ну что ты вообще паришься ты вообще отличная мамка ну конечно там ты надо крикнешь ему это мнение людей которые вас любят и знают и знают ребенка и видят ребенка который можно доверять и так называемые горизонтальные уровни поддержки которые очень очень нужны значит у нас есть специалисты некоторые даже прекрасные почти все значит но в целом вот это доверие не только себе а ближайшему кругу да это очень важная история а так но вообще нормальные возрастные психологи обычно начинают со взрослого считается что это все проблемы ребенка дошкольник это проблема родителей большинстве случаев да но я бы даже начала с каких-то сейчас у нас популярность набирает течение чтобы достаточно хорошую маму почитал бы книжки другого направления где не задаются идеальные показатели родительства наоборот сейчас вышли там как ленивая мама книжка книга для неидеальных родителей разговор с матерью где вообще популяризуется другая идея вот так конечно вот это чего-то не дотягивает просто будем делать что-то не на твердую пятерку вот но все может быть может быть действительно у вас есть что-то что вот вас совсем не устраивает взаимодействие это не контролируете вы знаете я бы наверно добавил к своим предыдущей речи да мне кажется важно чтобы вы пришли вдвоем и тогда это будет вам понятнее и виднее что у вас происходит мне кажется это более оптимальный вариант и коммуникации сразу видны но я бы еще сказала что токсичные родители редко ну как бы критика в основном несохранно вот то есть да поэтому редко действительно люди ходят на всякие такие родительские мероприятия и редко осознают то есть токсичные родители тот кто вообще не следит этим чем делает вот а те кто часто думают что они токсичны это люди которые все время занимаются самообвинением вот и страдают от этого каждый свой шаг взвешивает поэтому конечно начать себя нужно да есть исключение наверное да тут я убеждена что на такие встречи очень ходят родители которые близки к идеалу которого нет но тем не менее я думаю что человек может быть вот какой-то конкретный период жизни настолько несчастен переживать какой-то такой трудный период в браке ли там код кризис среднего возраста там до наш любимая тема номер два еще какое-то там испытание внутренние да и он сам настолько в дисбалансе что может прорываться что-то на ребенка покрыт канализироваться да все недовольство жизни туда может быть поэтому если там в длительном стрессе знаете бывает что мы жена знает но я какой предел возьму там про измену мужа но нас этим ничего не делает да этот гнев не может никуда не деть не высказать ну вот бывают такие обстоятельства что невозможно и она становится например в кавычкам таким неправильным родителям неправильным но она несчастна просто вот туда прорывается несчастье то же самое безопасный канал агрессии если у вас нет никакой такой травмирующей ситуации долгосрочной то в общем то конечно вряд ли пишут критика все плохо у нас вопрос еще да вот там вопрос еще может быть последний у меня не вопрос а реплика хорошо да я я просто ну так сказать там понимаю но сказать я вот прошу прощения не очень могу хорошо выразить свою мысль просто вот мне накопилось вот по каждой какие-то реплики и может быть я как-то не совсем правильно смогу их формулировать у меня в общем такая ситуация что у меня и родители тяжелые и я сама тяжелая по сравнению к своему ребенку это однозначно и не всегда родители идеальные приходят но те которые хотят что-то изменить ну в общем по мере возможностей вот ну сейчас у меня ситуация достаточно такая устоявшись но слава богу я уже человек возрастной вот поэтому вот на все глядя уже немножко как на прошлое не хотел бы просто поделиться своими какими-то переживаниями и и сказать что когда мы вот общаемся с такими родителями которые от нас требуют может быть я чего-то еще не дослушала смысле не слышала вот потому что не не сначала пришла то мы относимся к своим родителям ну так сказать немножко снизу вверх мы хотим от них поддержки на самом деле таких родителей достаточно тяжело получить поддержку когда немножко это дело перерастаешь и понимаешь что родителям сама нужна эта поддержка больше даже чем нам то вот когда находишь себе эти силы это очень сложно это очень длительный процесс и это может быть идти ну не знаю может быть даже всю жизнь вот то ну надеюсь что к этому все таки все придут вот то вот эти как раз отношения нормализуются то есть когда несешь родителям то что ждал всю жизнь от них и вот тогда возникает вот это вот и прощение на самом деле без прощение не может быть отношений никаких потому что прощение это любовь и вот когда вы приобретаете эту любовь вам легко вот этот перешагнуть вот эти вот плохие отношения и ну созидать уже и как бы отдавать родителям то что мы должны им отдать спасибо вам спасибо заказа эту реплику может быть не будешь комментировать ну реплика спасибо большой подарок для меня действительно ну вот это то что мне кажется отпускает на свободу в результате но он такой правильную свободу на свободу там все обязательства ты послал и оказался абсолютно свободен там 45 или 50 лет на такую правильную свободу вот и ну в общем то сказать ну не всякий не вне всякий может к этому прийти на гигантский труд спасибо ну хорошо если у кого-то там что-то такое назревшие еще может быть появилась если нет тогда мы приглашаем давайте завершимся будем завершаться может быть вопрос есть евгений например психологом нет или все хорошо хорошо вопроса психологом нет потому что мне было приятно что я услышала в общем-то ту концепцию которую мы пропагандируем нашей группе и ничего такого чтобы блок разночтение это замечательно очень замечательно что психолог которых я называю так правильными да которые не кричат там это мать да все равно какая бы она ни была почитать ее и уважать я увидела все таки более такие разумные концепции благодарю вас за это спасибо ксения что услышали вы ну мне тоже было очень радостно видеть что в принципе в общем много было общего между тем что говорил евгения и тем что говорили вы кроме того было очень конечно здорово услышать разных психологов мне кажется это вообще бесценная и замечательная идея когда не один психолог сидит и отвечает как господь бог на вопросы а когда сидят три разных психолога да еще и сидит философ которые могут со всех сторон эту ситуацию осветить мне правда остался один маленький вопрос последний очень короткий простой а если отношения действительно токсичные можно ли в них вообще как-то сосуществовать или единственный способ это разрыв отношений думаю как ответить коротко сейчас все ответим я значит поскольку семьей работа люди все время разводятся или норовят развестись на но эта стадия жизни такая вот они как осознают что отношения неправильные ни во что трансформироваться они уже не могут мне они сначала сразу разводится потом через несколько лет разводится в общем периодически это происходит и у меня ответ такой что если вы поняли что отношения что-то не то и вы из них собираетесь выходить на него супружеские там отношения со взрослой мамой там еще там какие-то с начальником вы сначала в них разберитесь вот прежде чем вы не поймете что там токсичное что это так скажу токсин сколько он выводится из организма уже с ним этот термин взяли до в период полураспада там да да с чем не сочетается вообще это все чуть-чуть это делать совсем значит коньки отбросишь значит в не выходить из этих отношений потому что ну что есть мы все знаем да как это закон бутерброда и закон повторения сюжетов что если ты не разобравшись отношений вышел с алкоголиком глядишь пяти лет не прошло тоже в таких же отношениях может совершенно не пить а схема взаимодействия идентичные вот поэтому оставаться до полного понимания а дальше посмотреть что скажешь я скажу так что действительно надо разобраться что и как но вообще как бы можно ли существовать токсичных отношениях ну конечно же можно то есть вас будет дальше есть дальше будет терять ресурс ну а дальше будет происходить нету я естественно имела ввиду существовать без потерь для себя а да я думаю что вряд ли наверно как что думать психолог выбирайте на вкус нас меню разных кухонь вот наверное я добавила бы что если например вот наш но в исследовании отношений участвуют двое например и мама и ребенок то тогда есть шанс в этих отношениях даже дальше существовать по-другому если участвует кто-то один то чаще всего конечно это заканчивается ну дистанцированием ну или бывают чудеса конечно отношения перестраиваются как-то там принимаются но через дистанцию на какой-то момент вот мое что для тебя важно прозвучало сегодня завершаем мне очень понравилось что мы так мирно поговорили о такой больной и в общем обычно вызывающий бурные споры и даже почти близкие к скандалу темы вот напись вот если мы в письме мне кажется вот на письменном тексте вот это все обсуждали было бы вообще мочилова жестче а тут сидят все люди с глазами да выглядит нормально можно пожалеть марина скажите для меня важно действительно могут интерес видеть такой я бы вот еще раз повторила что используя такое сильное словосочетание мы пожалуй немножко рискуем я бы все-таки рассмотрел другие варианты вот сегодня екатерина предлагала подобрать какие-то синонимы да потому что очень легко ну это яркое такое словосочетание сделать ну не за плакатом и ходить с ним а важно все-таки включить человека дать ему возможность разобраться что это и как-то сподвигнуть его на изменения еще мне кажется быть в токсичных отношениях без потерь ну вот на той же стадии когда вы обнаружили что это токсичные отношения наверно невозможно и я присоединяюсь туда для того чтобы не разорвать эти отношения это необязательный разрыв бывает конечно но абсолютно психопатичные люди или там с какими-то психическими расстройствами с которыми невозможно поддерживать отношения без урона да такое тоже может быть но мы рассматриваем скорее более такие варианты с прогнозом более хорошим да действительно через дистанцию а дистанция нам нужна для того чтобы мы имели возможность ну во-первых разобраться что значит такое в чем вот этот токсин на что мы реагируем почему нас это так задевает и разобравшись мы уже понимаем как с этим обходиться и да через эту дистанцию потом может быть и сближение вполне да я тогда возьму себя смелость опять завершить эту встречу пригласить выпить чаю пообщаться в неформальной обстановке вот и для себя я там есть действительно нашли пакетики там есть есть кипяток вот а вообще те кто сюда приходит на встречу могут переносить что эти вкусные там кон печеньки какие-то домашние сладости после таких встреч и после приглашаются к людям формальному чаепития обсуждению каких угодно вопросов вот мне кажется что как тут уже спрашивали всех остальных что показалось важно в этой встрече мне показалось что конечно тема не исчерпал своего потенциалов и некоторые аспекты мне казалось мне показались недостаточно мы еще обсудили поскольку опять же как-то вот это общая употребительность слов она зачастую складывает мы по поводу терминопрощения например мы поняли что в общем надо сначала договориться что мы понимаем под прощением и это точно так же касается кто такие родители кто такие дети как они вообще между собой общаются что норма что не норма здесь в общем есть о чем еще поговорить я думаю на каких-то из следующих встреч мы сможем это сделать спасибо вам я получила удовольствие я считаю что у нас была очень качественная дискуссия в общем то да и я надеюсь что вы тоже что-то услышали лишь чем-то вы согласитесь с чем-то нет вот и каждый год я говорю давай мы не будем продолжать этот проект дети дома там я и нужен конечно нас отлично получаются благотворительные проекты супер просто да но потом когда мы начинаем я помню что вот это вот не бесполезно и тут то что вы пришли это как вы участвовали да это как это как вы смотрите и слушаете для меня подтверждение что все правильно происходит вот и мы рады будем видеть вас 28 ноября и 21 октября будет не здесь в рождестве встречи клуба многодетных кому актуально приходить там уже очень теплое собрание это клуб по другим интересам да мы обсуждаем кухню многодетной семьи подробно в деталях мы еще не придумали вот нас генератор тем он еще не выдал как это тем клуб рождество на хамоническом валу но если вы на наш рассылку подписаны то вам все спам наш придет надеюсь что он будет без этих самых без опечаток и без всего остального и там стоит коробочка мы будем рады сюда что-то положить это необязательная история но в общем это будет хорошо для нас спасибо вам вот если у кого-то возникнет какое-то желание написать отклик на дискуссию это можно будет сделать мы там нерн создам тему где-то на общем интересно какое будет эхо у этого разговора на потому что он тема себя не исчерпала да возможно тут что-то подумает сформулирует мы рады будем если это услышите так давайте пить чай спасибо да да да